5 ноября возле этого остановочного павильона сбили Юрия Шенгина. Его друзья рассказывали, Юрий Александрович двигался на коляске в сторону дома-интерната для престарелых и инвалидов, когда на автомобиле Nissan X-Trail на него наехала девушка. Бригада скорой помощи, прибывшая на место, отвезла пострадавшего в реанимацию, но его так и не спасли. Близкий друг Юрия, Олеся Нума, рассказала нашей съёмочной группе, что узнала об аварии от сотрудников дома-инвалидов и долго не могла поверить в случившееся. Он никогда не ездил посередине дороги, он знал точно правила дорожного движения. В тот день было темно, но свет фар, я не думаю, что если бы человек, женщина, которая его сбила, скоростной режим соблюдала бы, ехала бы, как она пишет, 40 километров в час, она пишет 40 километров в час, она бы просто его немножко, ну, перелом, он бы остался живой. В обстоятельствах произошедшей трагедии разбирались сотрудники Следственного управления МВД России по Магаданской области. 15 марта 2020 года следственной частью Следственного управления МВД России по Магаданской области возбуждено уголовное дело по факту наезда на пешеход. В ходе проверки установлено, что 5 ноября 2019 года водитель автомобиля Nissan X-Trail, передвигаясь по проезжей части автодороги Магадан-Балаган-Эталон в направлении города Магадана, располагая технической возможностью предотвратить дорожно-транспортное происшествие, совершил наезд на пешехода, передвигающегося на инвалидной коляске без двигателя по краю проезжей части вышеуказанного автомобиля во встречном направлении. Материалы рассмотрела и областная прокуратура. Прокуратура области изучена и признана законом постановления следователя части Следственного управления регионального МВД о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы областного центра, которая при движении на личном автомобиле совершила наезд на инвалида. Действия подозреваемые квалифицированы по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которые предусмотрено наказание вплоть до решения свободы до 5 лет. Сейчас по делу проводятся необходимые следственно-процессуальные действия, направленные на закрепление доказательной базы. О том, как будут разворачиваться события, мы расскажем в одном из наших выпусков новостей. Олеся Хитагурова, Виталий Моряков. Специально для Карибу.